Ну всё, теперь блогер, воротами не ноги. Короче, нет, мы не будем копировать героев из Звёздных Войн, а будем мы делать следующее. Мы будем сегодня косплеить звук из Звёздных Войн. Давно у меня была такая идея сделать, повторить, попробовать вот эти вот звучки кораблей, мечей, туда-сюда. На самом деле в просторах Ютуба, ну уже просто тоннам различных видосов. Даже есть очень много видосов самим Бен Бёртом. Бен Бёрт это как раз-таки тот чувак, который работал над Звёздными Войнами, да и ещё на самом деле над кучей-кучей различных фильмов. Именно как саунд-дизайнер, над Валей я знаю, тоже он работал. Короче, крутой мужик и не менее крутые креативные идеи к нему постоянно приходили в процессе работы. Так вот, наша задача попробовать повторить, сделать такой же звук. Для этого я сделал первое, что я купил. Купил пружинку. Пружинку металлическую за 1000 рублёв. Вот это вот кусок умница стоит 1000 рублёв. Кошмар. Так вот, делаем мы значит следующее. Мы будем копировать звук с помощью этой пружинки. Я не знаю, где-то я увидел, что именно, может быть, статью какую-то находил, да? Где именно вот с помощью этой пружинки он повторял звук, точнее создал звук для наших всяких кораблей. Кстати, про корабля. Про корабля. Про корабли. Оказывается, их очень много. Я поковырялся на сайте. И там, на самом деле, большое, множество различных всяких штук. Есть специальный сайт, Фандом называется, для фанатиков на различные кинотемы, наверное, больше так правильно сказать. Роскошные корабли, принадлежащие богатым личностям. Одно- или двухместные манёвренные звездолёты, использовавшиеся для перехвата и уничтожения различных целей. Сделаю вывод, что они стреляют все одним и тем же лазером, просто разным цветом. И мне кажется, Бен Бёрд делал все звуки на основе одного звука. Вот. Короче, что мы будем делать? Мы будем повторять этот звук с помощью пружинки. Не буду больше тянуть, катая за яйца. Будем пробовать. Ещё мы попробуем одну теорию, которую я тоже подглядел где-то. Я уже не помню где, но попробуем сделать... Сделать саунд мяча с помощью обычного динамического микрофона. Шур, по-моему, 58-й. Где-то он там у меня в моей фаули-студии. Фаули-полочках моих. Вот. Поэтому поехали. Сначала будем пробовать сделать... Пробовать сделать, а потом сделать-спробовать. Всё, поехали. Так, ситуация следующая. В общем-то, цепляем мы пружинку на одну металлическую штуку и растягиваем её. Главное, чтобы она не пызнулась. Пружиночка повешена. Вот она. Мы делаем следующее. Подключаем, как я уже сказал, микрофон. Пьезо микрофон. Я буду использовать микрофончик от фирмы Shadow. Подключаем это всё к джеку. Вставляем в карту. К примеру, сюда. И ни хера у нас не клеится. Раз. Блин, нифига не держится то, что ты будешь делать. Эх. Раз. Так, есть, контакт есть, всё. Угу. Проверим сигнал. Сигнал у нас должен быть на второй. Инпут. Я аж чуть не это, не пукнул. Охренеть, это просто я пальчиком бахну. О, всё. Теперь мы просто берём и пишем. Ну, слушайте, везде разный прикольный звук. Всё. Этого достаточно? Следующий эксперимент. Мы берём микрофон. Микрофон. Чуть не оторвал, кошмар. Сигнал есть. Попробуем теперь снять магнитные волны. Ну, такой себе фон. Так, попробуем развернуть монитор. Если разбираться вообще, в принципе, снятие магнитно-резонансных волн, то вся суть заключается в том, чтобы снять колебания магнитные вот эти с помощью катушки. Здесь как раз-таки в таких микрофонах, ну, я не хочу разбирать, боюсь, как бы он мне ещё, наверное, пригодится. И есть такая возможность. Но мешает мембрана, вот, как мне подсказал один из товарищей, что лучше, конечно, взять для таких вот, скажем так, снятий магнитных волн обычный элементарный динамик советский и попробовать его в такого рода экспериментах. One-one. Но у меня, на самом деле, появилась ещё одна идея. Мы просто можем повторить звук примерно по частотам, которые есть у нас в самом мече в оригинале, и попробовать вот эту волну пустить на динамик. И точно так же помахать вот с нашим чудо-устройством перед, соответственно, вот этим динамиком. Давайте так и сделаем. Летим в проект. Так, ну что, для начала нам с вами нужно найти вот звук какой-то, как раз-таки меча. Давайте найдём какой-нибудь бьедосик. Как давно это было, какой ужас. Ну, это достаточно, этого достаточно. Мы, значит, это видео скачиваем с помощью Safeform'а. Открываем наш проект. А давайте сразу вам покажу, как звучит наша пружинка. Я, короче, нарезал где-то порядка 20 звуков. Интересно. Это вот чистый прям саунд. Здесь я немножко с эквалайзером поработал, с компрессором, питшифтером, хорус. И немножко пространства. Ну, как вам саунд? Кто, кто подпишется и поставит лайк под этим видео и сделает комментарий, я скину обязательно ссылку бесплатной библиотеки. Вот, с этими всеми звуками. Так что пишите. И ещё я скину пакет больших звуков. Вот. Очень большой пакет. Но обязательно нужно поставить лайк и комментарий. Вот такая вот, такой договорняк. Короче, поехали дальше. Ладно, с этим потом разберёмся. Сейчас нам нужно закинуть в проект наш видос скачанный. Сейчас мы, наша задача простая. Проанализировать наш вообще звук меча. Потому что я, честно, не знаю, как он там. Вот я, честно, не знаю. Сразу скажу, как сделать вот этот звук. Мне кажется, он сделан, блин, как-то синтетически. Мы его можем повторить, попробовать с помощью синтезатора. Так, давайте сначала посмотрим, что по спектру частот. Основной, вижу, спектр у нас... Сначала где-то от 1000. И главное, это 2150. Ну, то есть, вот эта верхняя середина, да. Ну, это этот, RD2. И дальше вот основной у нас вот эта дуга. То есть, сколько тут? От 100, да, где-то от 60 до 600 где-то. Вот основной вот этот спектр. Попробуем сделать следующее сразу. Накинем модульного синтезатора. А еще мы можем сделать проще. Вот. Мы сохраняем вот этот кусочек. Кидаем сюда вейвтейбл. Модульный наш синтезатор. И закидываем сюда наш чудо-звучок. Вот и все. Чего нам париться? Соответственно, следующее. Накидываем LFO. И закидываем на наш фрейм. На 100%. Здесь, конечно же, делаем следующее. 256 фреймов. Сразу можно фильтром обработать. Во. Ну-ка. Вот мы получили вот эту самую волну. Примерную. Можно еще здесь попробовать. Еще мы можем в том же, или даже не париться, фейспленте так же сделать нойз-генератор. И еще один нойз. Ну, уже мы его белым сделаем. А что я нажимаю? Да и все. Этого достаточно. Теперь. Теперь задача следующая. Взять опять этот микрофон. И поводить, поснимать, сделать, скажем так, эффект доплера. Кто не в курсе, загуглите. Вот и все. В общем, я подмешал немножечко побольше еще нойза. Чек. 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 Но в целом, в целом неплохо. То есть прикольный сам эффект получается, то что и на бэкграунде как будто он звучит, и вот эта волна, ну может быть она не совсем похожа, еще нужно немножечко подобработать это все. Сейчас мы просто озвучим кусочек прям отдельной сцены, чтобы это все было наглядно показано именно в процессе, в отдельном кусочке, в отдельной сцене. И ваша задача, конечно же, поставить лайк, комментарий и сказать, интересно было вам смотреть или нет. И что сделать, повторить в следующих роликах. Вот это очень важно. В общем-то, ребятки, я очень прям увлекся и озвучил вот эту сцену стартовую, которая у нас была в начале, помните? Кусочек. Получилось следующее. Давайте сначала покажу, что вообще внутри в плане саунда, который мы делали. Вот сумма нашей, нашей этой самой, того самого. Пружинка, короче. Ну, вот как-то так. Очень много всяких звуков пружинки пришлось натыкать, чтобы батл получился неплохой. А как звучит наш меч? Можно наложить спектр лоденой, чтобы погасить немножечко основной фон, который снимается мембраной. Можно не гасить. Да, остановись ты. В общем-то, меч я пока не знаю, где использовать, в какой сцене. Но вот сделал, как я уже сказал, вот эту сценку стартовую с кораблем. И, кстати, фейсплент, который изначально мы использовали для записи того самого, для записи меча. Я эти слои обработал еще разочек. И у нас получился прикольный такой кораблик. Ну, вот, один слой, потом второй. Третий слой. Здесь прикольно то, что на noise LFO-шка и на сам аналоговый синт LFO-шка. Так, четвертый. Четвертый. Ну, такой эффектик лопастей на нойзе. И пятый чисто для... Ну, пролетающих. В общем, кучу всяких еще сабов с обработкой. Я устану показывать. Вот, посмотрите только на эту автоматизацию. Это для 10 секунд. Пожалуйста. Вот как-то так. Давайте слушаем вместе. И... Да и все, наверное, прощаемся. А еще самое прикольное, по-по-ре-годился как раз голос Йоды, который я знаю. Записал в начале. Вот. Ну, что могу сказать. Косплей получился прикольный. Неплохой. Я думаю. Как уже говорил ранее, пишите комментарии. Найс, не найс, как вам звук. И в конце еще разочек послушайте результат. Сравните с оригиналом. Вот. Да и все, в общем-то, прощаемся. Пока-пока. С вами был Антонио Бустер. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok